Как неверующий муж может освящаться верующей женой и наоборот, как это понимать? Апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам говорит следующее. «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим». Вопрос Коринфян, скорее всего, состоял в том, что были достаточно нередкими случаи, когда внутри брака жена была, например, верующей, а муж был неверующий. Он оставался язычником или придерживался какой-то другой философии, например. А жена была верующей, она хранила в тайне свою веру в Иисуса Христа, хотя она, естественно, и приступала к таинствам церкви, и была действительно, жила по заповедям Господа Иисуса Христа. И у Коринфян, соответственно, возникала такая проблема, такой вопрос. Что же нам делать? Вот неверующий муж, но я его люблю. И, конечно же, в пришествии Иисуса Христа и воскресении из мертвых я хочу, чтобы этот муж был со мной рядом. Не чтобы он мучился в аду, а чтобы он был со мною во Иисусе Христе. И апостол Павел говорит своим чадам, своим адресатам, что неверующий муж будет освящаться или посвящаться Богу через верующую жену. И наоборот. Иногда мужья были верующими, а жены были вне Господа. Но новые браки для христиан, ну, точнее, когда ты уже христианин, апостолам Павлам заповедовалось заключать в Господе. То есть, жениться или выходить замуж за уже верующего человека внутри общины или вообще просто христианина, а не вступать в брак с иноверным человеком. Это впоследствии вылилось в канонику церкви, где брак с человеком из иной религии, не иной конфессии, например, христианской, а иной религии, является поводом для отлучения человека от церкви. Хотя сегодня эта практика именно такого отлучения не применяется, но в то же время такое правило есть, оно никем не отменено и основано на текстах Священного Писания. Всем желаю доброго здравия, помощи Божией вашим семьям, храни вас Господь. Дорогие друзья, наш портал предлагает вам ознакомиться и пройти нашу викторину, которая была на нашем портале создана. Это прекрасная возможность изучить ваши знания о Священном Писании. Ссылка на эту викторину находится в описании под этим роликом. Вы можете применять это как в воскресной школе для своих детей, так же и для себя, для того, чтобы изучить. Прочитали какую-то книгу Священного Писания, выбрали, соответственно, только ее, и вопросы будут исключительно по этой книге Священного Писания. И вы сможете понять, на что вы обратили большее внимание, правильно ли вы поняли те или иные пассажи этой книги. Геймификация образования — это один из сегодняшних трендов педагогики. Когда изучение того или иного материала сопровождается каким-то визуальным контентом, прохождением тестов, викторин или специализированных, подготовленных игр. Здесь подключаются разные зоны нашего восприятия, разные зоны нашего сознания, и, соответственно, человек больше может узнать о себе, проверить самого себя. Поэтому я желаю вам воспользоваться этим прекрасным инструментом и тем самым улучшить ваше знание Священного Текста. Храни вас Господь, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok